эти ожидания оправдать. Поэтому каждый вице-премьер, каждый министр несет полную ответственность в пределах своей компетенции за ситуацию в Крыму. Общую координацию работы, как известно, осуществляет вице-премьер Казак, но еще раз подчеркиваю, это наша с вами коллективная ответственность и коллективная, и персональная. Темп работы будет высоким. По итогам прошлого совещания, которое состоялось 24 марта, министерствам и ведомствам были даны конкретные поручения. Сегодня проанализируем результаты их исполнения за неделю, но ограничиваться подведением первых итогов, я считаю, нецелесообразным. Надо обозначить весь спектр задач, которые стоят перед нами. Какие это задачи? Основной комплекс вопросов касается социальной сферы. Как я уже сказал, жители Крыма должны только выиграть от присоединения к России, и мы обязаны это с вами обеспечить. Поэтому первое, о чем хотел бы сообщить, принято принципиальное решение о доведении пенсий в Крыму до среднероссийского уровня за счет специальной доплаты. Такой подход мною согласован с президентом страны, соответствующий указ главы государства на эту тему подписан. Эта работа будет осуществляться поэтапно. 1 апреля будет проведена первая доплата. Далее каждый месяц ее размер будет увеличиваться на 25% от необходимой суммы до приведения к общероссийскому показателю. Таким образом, и доплата, ну и, соответственно, пенсия в целом увеличится в мае, июне, и июле, с тем, чтобы в июле в целом мы эту тему закрыли, выполнив все обязательства перед крымскими пенсионерами. Впоследствии, естественно, пенсия будет выплачиваться в общеустановленном для всех российских граждан порядке, в тех размерах, которые предусмотрены по закону с учетом индексации. Второе. По такой же схеме мы намерены повысить зарплаты работников бюджетных учреждений Крыма до уровня среднероссийских. Речь идет примерно о 140 тысячах человек, в том числе учителях и врачах, работниках культуры и социального обслуживания. Этим людям мы доверяем свое здоровье, воспитание детей, сохранение исторического наследия, ну и заботу о тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Очевидно, что представителям этих профессий должна быть обеспечена достойная оплата, такая же, как и в других субъектах Федерации. Правила, соответственно, как я и сказал, по доведению этой зарплаты до уровня среднероссийской и этапность будут такими же, как и по пенсиям. Третье. Военные сотрудники правоохранительных органов будут получать зарплату в соответствии с российскими нормами, повышение денежного удовольствия всех форм материального стимулирования произойдет по такому же графику. Указ на эту тему также подписан. Отдельно хочу сказать, на переходный период мы сохраним все социальные выплаты, которые действовали на территории Крыма и Севастополя до подписания договора с Россией, даже если их нет в российском законодательстве, или же если их величина превышает российский уровень. Жители полуострова не должны лишиться привычной системы поддержки. Следующая тема, которая касается каждого крымчанина, это здравоохранение. С начала следующего года в Крыму заработает система обязательного медицинского страхования. Мы также начнем модернизацию инфраструктуры здравоохранения на полуострове с тем, чтобы она соответствовала общероссийским стандартам, от которых она пока заметно отстает. Я вот только что посетил больницу детскую, это не худшее учреждение здравоохранения в Крыму, но, конечно, уровень оснащенности существенно отличается от общероссийского уровня. Ну и по понятным причинам заработная плата врачей, другого медицинского персонала также отличается. Ну, по зарплате решения все приняты, я их объявил, а в том, что касается уровня оснащенности, медицинского оборудования, естественно, будем помогать, будем принимать все необходимые решения. Но уже сейчас, о чем бы я хотел сказать, в отношении жителей Крыма должна начинать действовать программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Тем более, что с этим есть проблемы, мы только что с премьер-министром говорили. Минздрав уже экстренно доставил на полуостров лекарства, медицинские изделия из имеющегося резерва. Естественно, такого рода поставки могут быть продолжены. В ближайшее время правительство решит вопросы, связанные с бесперебойным снабжением крымчан необходимыми препаратами и медицинскими изделиями в этом году. В том числе, прошу дать информацию по больнице, которую мы только что посетили. А также по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Считаю, кстати, справедливым рассмотреть вопрос о создании по тем технологиям, которыми мы располагаем, Центра оказания высокотехнологичной медицинской помощи по одному из профилей. Нужно будет отобрать, что является наиболее важным для крымчан. Ну, вполне вероятно, что это сердечно-сосудистая патология. Но хотел бы, чтобы Министерство здравоохранения вместе с исполнительной властью Крыма этот вопрос отработало. Кроме того, до 1 ноября будет проведена диспансеризация детей-сирот и детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Теперь о системе образования. С 1 сентября более 200 тысяч крымских школьников начнут учиться по программам на основе российских федеральных образовательных стандартов. Для этого в школы будет поставлено необходимое количество российских учебников, но педагоги в летний период смогут пройти переподготовку. Важно привести в порядок школьную инфраструктуру. По решению правительства на создание условий для занятий, в том числе, например, физкультурой и спортом, различных, включая сельские школы полуострова, уже выделено порядка 42 миллионов рублей. Речь идет о ремонте спортзалов, строительстве новых открытых спортивных площадок, приобретении инвентаря. Но, конечно, это только самое начало работы, потому что мы только что посещали, по сути, лучшую гимназию, которая есть, первую гимназию, она историческая. У нас, кстати, в стране вообще таких гимназий, таких школ немного, ей 200 лет, и эти 200 лет она работает. Такое намоленное место в учебном плане. Но понятно, что выглядит все, мягко говоря, не блестяще. Я уж не говорю про другие учебные заведения. Нынешние выпускники школ, их около 19 тысяч, будут сдавать экзамены по той программе, которую они изучали, но они уже получат российские аттестаты. Желающие, а их, как мне вот только что сказали, не меньше двух тысяч, может быть, даже больше, получат возможность сдавать единый государственный экзамен в специальных центрах в Севастополе, Симферополе, Керчи и Феодосии. Остальные получат возможность поступать в любые вузы на основе вступительных экзаменов, перечень которых определяет сам вуз. С 2015 по 2016 годы все процедуры по поступлению уже будут проходить на основе единого госэкзамена по тем требованиям, которые существуют в нашей стране. Теперь в отношении того, что касается развития высшего образования в Крыму. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы здесь были сильные современные российские университеты. Поэтому считаю целесообразным создать новый федеральный университет в Крыму на базе ведущих учебных заведений, включая Таврический федеральный университет имени Вернадского. Ну и не могу не сказать об этом. Особое внимание следует обратить на развитие Артека. Очевидно, что он должен стать одним из ведущих центров детского отдыха, не только российского, но и международного уровня. Таким же, как Орленок, как Океан. Необходимые инвестиции будут запланированы в ближайшее время. Еще одна важнейшая тема – развитие туризма в Крыму. Тут у нас, что там скрывать, колоссальные перспективы. Очевидно, что туристический сектор огромный потенциал имеет и может стать источником развития всего полуострова. Немногие российские регионы могут похвастаться таким многообразием культурных и исторических достопримечательностей, которыми располагает Крым, Севастополь. С учетом возвращения этих территорий в состав России, мы просто обязаны сохранить историческое наследие, которыми наша страна по праву гордится. Туризм для Крыма – это не только доходная статья бюджета, это в известной степени залог процветания полуострова. Приближается лето, правительство рассчитывает, что российские государственные учреждения, обращаюсь ко всем руководителям министерств и ведомств, которые здесь присутствуют, я имею в виду в том числе и ваши государственные учреждения, а также российские компании, предоставят своим сотрудникам возможность провести отпуск именно в Крыму. Уверен, что многие наши граждане заново откроют для себя и чистое море, уникальную природу, ну и, конечно, гостеприимство крымчан. Не сомневаюсь, что крымские каникулы подарят в этом плане незабываемые впечатления. Кстати, скажу, что развитие курортного комплекса на полуострове должно создать здоровую конкуренцию в отношении других наших туристических центров по стране. Это хорошо, конкуренция всегда хорошо. Это, в свою очередь, надеюсь, приведет к улучшению сервиса и здесь, и в других местах, и снижению цен. В любом случае, от присоединения Крыма в этом плане выиграют и сами крымчане, и другие российские граждане. Следующий вопрос – транспорт. Одна из задач – организация прямого сообщения с Крымом и Севастополем. Эти регионы должны быть связаны с другими регионами нашей страны надежной транспортной системой. Речь, конечно, идет о морских путях, о железных дорогах, об автомобильных дорогах, о новых авиамаршрутах. Кроме того, мы должны заняться реконструкцией и модернизацией аэропортов полуострова. Надо обеспечить свободное передвижение людей и грузов в требуемых объемах. И мы до этого должны с вами подготовить альтернативные маршруты. В Крыму и Севастополе сейчас более 6 тысяч километров автодорог, две трети из которых – это дороги местного значения. Очевидно, что эти автодороги требуют внимания и масштабных инвестиций. Уже определены первостепенные, подчеркиваю, первостепенные перспективные объекты строительства. Через 2-3 месяца будет готова проектно-сметная документация. О чем идет речь, я назову. Это, прежде всего, участок трассы Симферополь-Алушта-Ялта. Объездные дороги или так называемые входы в Симферополь и Севастополь. Также в этом году мы начнем работу на участке дороги Керч-Феодосия. Кроме того, в полном объеме будет обеспечено содержание и ремонт всей дорожной сети по российским нормативам. На предстоящий летний период авиакомпаниями уже заявлено более 3 тысяч рейсов. Обращаю внимание на то, что это рост по отношению к прошлому году более чем в полтора раза. Было 1800 рейсов. Но важно увеличить не только частоту полетов, хотя это само по себе нужно сделать. Очень важно снизить цены на билеты. Хотя бы до уровня 7-8 тысяч рублей, по возможности еще ниже в эконом-классе. Поэтому, таким образом, мы должны обеспечить низкие цены, более низкие, чем цены на зарубежных направлениях, включая Турцию и Болгарию. Мы подготовим решение о включении значительного числа маршрутов в программу субсидирования авиационных перевозок, аналогично действующей программе в Калининградской области. Также запланировано двукратное увеличение пропускной способности Керченской паромно-железнодорожной переправы. Это обеспечит независимость перевозок на Крымский полуостров. Как мною уже было сказано, транспортный переход через Керченский пролив обязательно будет построен. Сейчас должны быть проанализированы все варианты и совмещенный железнодорожный и автомобильный мост, или отдельные мосты. Все это должно быть проработано. Мы определимся по вопросу этому в самое ближайшее время по итогам изыскательских работ. Одновременно будут проведены мероприятия по формированию проекта развития Керченского порта. Он станет одним из ключевых черноморских портов России. Отдельный вопрос. Состояние жилищно-коммунального хозяйства в Крыму и Севастополе. Не скрою, это состояние можно определить как плачевное. Чтобы изменить ситуацию, потребуется и много усилий, и времени, конечно, потребуется значительное количество и средств. Но для нас принципиально важно, чтобы каждый житель полуострова чувствовал себя комфортно. Мы постараемся эту задачу решить. Необходимо как можно быстрее провести комплексное обследование жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры, чтобы после этого немедленно приступить к практической работе. Мы должны решить, каким образом можно проводить капитальный ремонт жилья, расселять людей из аварийных и ветхих домов, удешевить строительство домов в Крыму и Севастополе. Я напомню, коллеги, что мы в этом году начали реализацию программы «Жилье для российской семьи». Большая, хорошая, серьезная программа. Недавно проводил, напомню, заседание нашего Президиума Совета по национальным проектам на эту тему. В эту программу войдут и Крым, и Севастополь. Многие российские семьи на полуострове, да что там говорить многие, я думаю, что подавляющее большинство, не могут себе позволить сегодня покупку жилья. Квартиры, дома эконом-класса могут стать для этого хорошим выходом из положения, которое сложилось. Плюс, конечно, нужно развивать ипотечное кредитование, чтобы этот инструмент стал доступным для наших граждан в Крыму и Севастополе. Одной из ключевых проблем в сфере ЖКХ на полуострове является водоснабжение. Это проблемная, на самом деле, сфера. Сейчас Крым зависим от внешнего источника Северокрымского канала, который поставляет воду из Днепра. Канал был построен в 60-х, 70-х годах прошлого века. Оборудование, по понятным причинам, не обновлялось. Износ достигает 80%. Износ системы водоснабжения на полуострове, я имею в виду водоводы, насосные станции, превышает 60%, а в некоторых районах это еще и более высокий показатель. При этом потери воды при перекачке по существующим трубопроводам до потребителей могут составлять по практически половину. Конечно, мы найдем все возможные способы, чтобы наши граждане в Крыму и Севастополе были обеспечены чистой пресной водой. Решить проблему можно за счет нескольких возможностей, в том числе за счет строительства водопровода с территории Кубани, так называемый проект «Кубанская вода». А также создание водохранилищ на Таманском полуострове. Также за счет разработки подземных месторождений пресных вод в Джанкойском и Нижегорском районе. Есть, кстати, и вариант строительства завода по опреснению морской воды. В ближайшее время все эти возможности должны быть проанализированы, и мы выберем оптимальный вариант или несколько вариантов и приступим к реализации. Теперь в том, что касается электроснабжения. Жизненно необходимо, просто исключительно важно обеспечить надежное, незнависимое снабжение электроэнергии всего Крыма. Решить вопрос с поставками топлива для объектов электроэнергетики. Мы только что говорили с Сергеем Валерьевичем на эту тему. Есть варианты присоединения Крыма к объединенной энергосистеме России через Керченский пролив и строительство собственной генерации на полуострове. Оба эти варианта будут рассмотрены и присоединения, и строительство собственной генерации. Министерство энергетики, Минэкономразвития, другие ведомства продолжат в настоящий момент контролировать ситуацию с электроснабжением Крыма. Это должно делаться 24 часа в сутки. В случае любых критических ситуаций мы всегда сможем обеспечить альтернативными источниками электроснабжения полуостров, прежде всего, конечно, защитить социально значимые объекты. В частности, речь идет о мобильных газотурбинных электростанциях и других возможностях, которые мы в настоящий момент создали. В сфере теплоснабжения наиболее сложным и требующим приоритетного решения является вопрос по обеспечению теплом микрорайонов Гагаринского района Севастополя. Руководители города и коммунальных служб видят решение вопроса в децентрализации теплоснабжения, строительстве модульных мини-котельных в каждом микрорайоне. Давайте проанализируем этот вариант и примем решение. Значимой отраслью экономики Крыма является сельское хозяйство, включая виноградарство. В последние два года из-за погодных условий на полуострове несколько снизились посевные площади, но сегодня состояние посевов о зимах опасений не вызывает. Семян для ярового сева также достаточно. Как мне доложили, имеющаяся на полуострове техника к проведению сезонных полевых работ в целом готова, но ее не хватает. Есть и проблемы с обеспечением горюче-смазочными материалами. Все эти вопросы будут решены, включая поставку дополнительных уборочных комбайнов. Необходимое количество, там 80 или 100 штук, уже готовы к тому, чтобы отправиться на полуостров. В животноводстве Крыма показатели не очень хорошие, они снижаются. Это касается производства мяса, молока, яиц. Одна из главных причин недофинансирования отрасли по линии украинского бюджета. Сегодня нам эту ситуацию предстоит исправить. Сейчас Минсельхоз готовит региональную нормативную базу, которая позволит подключить аграрный комплекс Крыма к общероссийским механизмам государственной поддержки. Ну и, конечно, к госпрограмме развития сельского хозяйства на период до 2020 года. Отдельно будет рассмотрен вопрос о развитии виноградорства и виноделия. Общая площадь виноградников полуострова более 30 тысяч гектар. Ну, качество производимого здесь, вина всем хорошо известна, и в России, и вообще на постсоветском пространстве. Я предполагаю провести совещание по развитию виноградорства и виноделия в наших основных регионах, то есть на Кавказе и в Крыму. Теперь о поддержке других отраслей экономики Крыма. Наша цель сделать полуостров максимально привлекательным для инвесторов, чтобы он мог генерировать достаточные доходы для собственного развития. Такие возможности есть, мы это все взвешивали. Поэтому мы приняли решение о создании здесь особой экономической зоны. Это позволит использовать в Крыму специальные таможенные и налоговые режимы, а также минимизировать административные процедуры. Необходимо в кратчайшее время наладить работу банковской и расчетно-платежной системы в Крыму. Первые шаги уже сделаны. Мы только что на эту тему разговаривали. Созданы территориальные учреждения Банка России в Республике Крым и Севастополе. Обеспечена возможность ввести лицевые счета регионального и местных бюджетов, внебюджетных фондов и бюджетных учреждений. Ну и стало быть, выплачивать пенсии и пособия. Но для полноценного включения Крыма в рублевую зону необходимы и другие шаги. На полуостров были доставлены российские рубли, банкноты и монеты в достаточном объеме. Организовано в целом банковское обслуживание кредитных учреждений в рублях. Теперь наша важнейшая и первейшая задача – расширить сеть российских банков в Крыму. Объем вкладов населения Крыма оценивается, если выражаться, теперь уже в рублях, в 90 миллиардов рублей. Сбережения граждан должны быть защищены, защищены по российским правилам. Для этого нужно подключить возможности агентства по страхованию вкладов, а также обеспечить сопровождение и принятие пакета законов, который направлен на решение всего спектра задач, связанных с устойчивой работой финансовой системы Крыма. Как раз сегодня Государственная Дума приступила к рассмотрению этих законов. Кроме того, мы будем готовы поддержать те компании, которые будут инвестировать в развитие полуострова, которые будут работать на территории наших новых регионов и заключат инвестиционные соглашения с органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Компании, которые будут реализовывать в Крыму инвестиционные программы, могут быть освобождены от уплаты отдельных налогов в рамках правил, создаваемой особой экономической зоны. Соответствующие нормативные акты в настоящий момент готовятся Минфинам и Минэкономразвития страны. В ближайшее время нужно организовать переход на российскую систему государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. И, стало быть, на систему государственного кадастрового учета. Нельзя допустить, чтобы нынешней переходной ситуацией воспользовались мошенники. Кстати, попутно отмечу, что необходимо определиться и с системой государственной регистрации юридических лиц, которые действуют на полуострове, как с временной, так и постоянной. Жду предложений от своих коллег по правительству и от властей Республики Крым и города Севастополя. Как известно, власти Крыма ввели мораторий на выдачу земли и приватизацию республиканской собственности впредь до утверждения схемы размещения объектов инфраструктуры образования, здравоохранения, обороны, безопасности. Это должно быть сделано на 21 мая. Я при этом хотел бы отметить, здесь обращаюсь и к правительству Республики Крым, и Севастополя, и правительству Российской Федерации, мы должны учесть озабоченность бизнеса, который очень чутко реагирует на ситуацию с собственностью. Нужно действовать аккуратно. Жизнь не заканчивается, она только начинается. И нам нужно создавать свою инвестиционную историю Крыма. Российскую инвестиционную историю уже. Надеюсь, более благополучную, чем прежняя. Ещё одна важная задача. В кратчайшие сроки сформировать на полуострове систему государственного управления на основе российского законодательства. Она должна быть компактной. Обращаю на это внимание всех руководителей государственных органов управления. Она должна быть компактной. То есть, разумной по своему размеру. Конечно, должна быть эффективной и ориентированной на запросы крымчан. Чтобы бюджетные средства, прежде всего, шли на первоочередные проблемы людей, а не на содержание чиновничьего аппарата. На прошлой неделе в Крыму работали руководители силового блока страны, министры обороны и внутренних дел, руководство Следственного комитета, Федеральной службы безопасности. Нужно в кратчайшие сроки решить все вопросы с выстраиванием соответствующих силовых структур на полуострове. Это прямо связано с обеспечением правопорядка и безопасности в Крыму, с противодействием агрессивным акциям со стороны националистов и экстремистов. Их эффективная работа в значительной степени, во всяком случае, зависит от надежных и защищенных от постороннего вмешательства информационных коммуникаций. Доступ к федеральным базам данных и электронным инструментам должен быть обеспечен всем. Сейчас связь с Россией в этом смысле обеспечивается технологически при поддержке Министерства обороны России. Прокладка оптоволоконного кабеля и включение канала независимого от иностранных коммуникационных компаний будет завершена к середине апреля. И еще о системе государственного управления. Развитие Республики Крым и города Севастополя стало для нас государственным приоритетом. Не буду скрывать, решение такой задачи потребует очень значительной концентрации усилий различных ведомств и решения межотраслевых задач. В связи с этим считаю правильным создание специального федерального органа исполнительной власти для решения задач Крыма и Севастополя. Такого, как мы имеем применительно к Дальнему Востоку. Президент Российской Федерации поддержал позицию правительства по этому вопросу. Подписаны два указа. Один о создании Министерства по делам Крыма. Второй о назначении Олега Генриховича Савельева министром. Прошу всех коллег оказывать ему необходимое содействие. Уважаемые коллеги, подчеркну, что решение текущих вопросов должно идти параллельно с работой над долгосрочными планами и программами развития Крыма и Севастополя. Напомню, что мы решили разработать специальную федеральную целевую программу. Она должна быть готова к 1 июля. Ее реализация позволит нам создать хороший задел для долгосрочного развития новых субъектов Российской Федерации. А также, конечно, для обеспечения современной качественной жизни Крыма и Севастополя. Сам я в ближайшее время намерен провести совещание по подготовке соответствующей ФЦП. Дмитрий Николаевич Казака прошу вместе с Олегом Генриховичем Савельевым и другими коллегами подготовить предложение. В то же время, мы все рассчитываем, что многие регионы нашей страны подключатся к решению этой задачи. Конечно, с учетом собственных возможностей, поддержат новые субъекты Российской Федерации. Потому что это наша общая задача. Общая задача. Коллеги, круг вопросов, которые мы сегодня обязаны обсудить, шире, чем то, о чем я сказал о вступительном слое. Исхожу из того, что о других аспектах работы в новых регионах России расскажут участники заседания правительства, а потом поработают, что называется, на месте. Но прежде чем с докладами выступят профильные министры, хотел бы дать слово руководителям Крыма и Севастополя. Пожалуйста, Сергей Иванович. Расширитесь с места, Дмитрий Анатольевич. Я хочу, во-первых, поблагодарить вас о том, что впервые в Автономной Республике Крым проходит заседание правительства Российской Федерации. Это историческое событие. Я уверен, что правительство как раз сможет достаточно плотно контактировать с профильными министрами. Все поставленные задачи президентом и вами нами в данном случае проанализированы. Мы готовим в том числе и документ в ваш адрес о необходимости помощи по конкретным направлениям. Сегодня состав и Совета министров Автономной Республики Крым присутствует на заседании, поэтому все то, что вы обозначили в вашем выступлении, нами будет однозначно полностью изучено, доложено. С точки зрения исполнительской дисциплины проблем Совета министров не будет, это я гарантирую. У нас здесь работа поставлена, так сказать, днем и ночью, и мы контактируем. Спасибо большое. Дмитрий Николаевич с Козаком, Олег Генрих и Савельев у нас постоянно находятся здесь на месте, и мы как бы подставляем полностью координацию всех действий. Все больные вопросы вы обозначили, вы знаете уже четко ситуацию, которая есть. Те вопросы и задачи, которые вы поставили, в том числе и распоряжения, изданные вами ранее, мы взяли на контроль, соответственно обеспечим их выполнение в кратчайший срок, без исключения. Мы считаем, что сегодня все обстоятельства благоприятствуют созданию действительно особой экономической зоны в автономной республике Крым. Это даст возможность нам и свои ресурсы потянуть, и привлечь, соответственно, дополнительные инвестиции со стороны. При этом мы гарантируем, что здесь на уровне всех министерств и ведомств, и коммунальных служб будут, так сказать, ликвидированы как класс все коррупционные схемы, без исключения, и, соответственно, предприниматели получат возможность свободно заниматься бизнесом. Граждане будут защищены от вымогателей различных силовых структур, в погонах и так далее, обеспечены в этой части полное взаимодействие с федеральными структурами. При этом, конечно, мы будем просить вас обращаться по вопросам того, чтобы не допустить дублирования различными федеральными структурами функций министерств и ведомств, которые находятся на территории Автономной Республики Крым, и, соответственно, с тем, чтобы не раздувать здесь штаты, не создавать дополнительные ведомства, ну и, соответственно, не создавать дополнительных бюрократических барьеров для бизнеса. С этим мы будем к вам обращаться. Все эти поручения, которые в ходе визитов в детскую больницу и в ходе образования, которые вы поставили, мы в ближайшее время буквально дадим предложение на эту тему, на обсуждение правительства Российской Федерации. Поэтому готовы к контактам, коллегами с министерством мы всегда поддерживаем отношения. Уверен, что у нас будет конструктивное взаимодействие, и Крым сможет продемонстрировать положительную динамику, достаточно высокую, по развитию всех наших социально-экономических показателей. Поэтому спасибо вам, спасибо коллегам, что провели такое заседание. Спасибо. Спасибо. Сергей Валерьевич. Алексей Михайлович, пожалуйста. Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич. Мы перевели законодательное собрание с постановлением от 17-го числа 53 госучреждения и госпредприятия в муниципальную собственность. Большинство из них временно, на переходный период. Во многих из них возникали злоупотребления, с которыми пришлось бороться, потому что они продолжали выполнять указания Киева, уничтожение документов, вывоз ценностей и так далее. Пришлось заменить целый ряд директоров, в общем, всерьез этим были заняты. Сейчас ситуация в основном спокойная на этих объектах. Работаем просто по прецедентам, если возникают какие-то особые случаи. Мы позволили себе распустить отряды самообороны. Сегодня обстановка в городе контролируется силами правопорядка совместно с командованием Черноморского флота усиленно. Спасибо большое Александру Викторовичу за эту поддержку. Из позитивов, что в пятницу начата выплата пенсии в рублях. Из негативов, которые отличают нас от Крыма, в частности, на сегодняшний день нет согласованной организационной структуры, в рамках которой можно проводить бюджетные платежи. Мы работаем активно с разными ведомствами, но на сегодняшний день такой структуры нет. В воскресенье днем вроде бы сформулировано было последнее предложение о том, как оно должно выглядеть, но на сегодняшний момент пока это не материализовано. Очень хотел бы, чтобы, как я теперь понимаю, три ведомства, Минфин, Минюст и Центробанк, совместно с нами сели и за день, ну мы подготовим очередную структуру, ее согласовали, чтобы дальше могла идти работа в этом плане в нормальном режиме. Ну и далее, насколько я знаю, остается проблема с конвертацией. У предприятий деньги есть в гривнах, не вполне понятно, как они будут получать заработную плату. Но это из текущих, самых горящих проблем. Ну а дальше проблемы несколько более следующего плана, который возникнет через неделю, это вы знаете, что самый крупный банк, то же самое отношение имеет к Крыму, к Севастополю еще большее. Самый крупный банк Крыму, Приватбанк, который находится в таком состоянии, что депозиты у людей завезли. Все эти проблемы, коллегам, которые здесь присутствуют, известны. Они должны быть действительно решены в кратчайшие сроки. При понимании того, что в переходный период возможны различные осложнения, и нужно оперативно на все это реагировать, принимать решения, как по линии Центрального банка России, так и по линии наших министерств, которые здесь присутствуют. Ну и, конечно, при деятельном участии руководства двух субъектов Федерации. Жду окончательных предложений, с учетом того, что происходило в этой сфере в ближайшие, точнее, истекшие несколько дней, то есть я имею в виду пятницу, субботу, воскресенье. Значит, думаю, что в ближайшее время работа этой системы должна быть отлажена. Центральный банк получит необходимую нормативную базу, ну и будут достигнуты необходимые договоренности с другими коллегами. Ладно, теперь переходим к обсуждению основных вопросов повестки дня. Сейчас я передам слово для выступления коллегам в рамках тех вопросов, которые сегодня на заседании правительства рассматриваются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...